Да, вот с этого момента у нас запись идет. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Татьяна, как поживаете? Здравствуйте, Анатолий. Хорошо, замечательно. Ну, разрешите мне вам представить Татьяну как человеку совершенно удивительного, и мы знакомы, ну, может быть, не так давно, может быть, года два, если я не ошибаюсь. Даже побольше, да? Мы рады создавать условия для того, чтобы в нем появлялось много интересных материалов. Я попросил Татьяну поговорить о некой очень интересной, непростой теме. Я знаю, что Татьяна не боится непростых тем, и вот этот ее выбор темы меня очень порадовал, и я думаю, что мы очень сегодня составим для вас, друзья, и для нашего канала, и друг для друга некую совместную пользу. Татьяна, расскажите перед началом нашего разговора, чем вы радуетесь, что у вас интересно происходит? Ну, если говорить про рабочий контекст, то в основном я консультирую как психолог, помогая людям выходить из тяжелых расстояний, тревожных, депрессивных, находить для себя какие-то смыслы, ценности, находить радость, чтобы гармонично жить, развиваться, приходить к тому, чего хочется, как хочется жить. По поводу YouTube-канала, да, действительно, есть такой проект, он называется Integral Space, и там, на самом деле, не только про интегральный подход, там в целом про целостное видение жизни, которое мы раскрываем через разных специалистов, как вот вы, Анатолий, так и музыкантов, актеров и тех же самых психологов, коучей, бодимин-специалистов и так далее. Все этим и радуюсь. Может быть, в вашем канале еще не появлялась вот такая вот литература. Я буквально недавно получил книгу «Религия будущего». Буквально типографской краской еще пахнет. Совершенно эпический, титанический труд Кена Уилбера и не менее титанический труд Евгения Пустушкина, который все это перевел. Спасибо всем, кто имел отношение к этому проекту. Был краундфандинг. Где-то около полутора миллионов удалось собрать за довольно-таки небольшой срок. И я принял в этом участие. Может быть, вам, друзья, удастся найти эту книгу где-то в... Ну, прямо сейчас она активно продается. Поэтому, пожалуйста, не сочтите за труд. Найдите возможность приобщиться к, ну, на мой взгляд, одному из самых передовых мыслителей современности. к новейшей работе Кена Уилбера на русском языке. Ближе к концу нашей сегодняшней встречи мы сделаем интересное объявление. Пожалуйста, досмотрите до конца. У нас будет... Нам есть, что вам предложить. Но не тратя больше времени, давайте перейдем к сути вопроса. Татьяна, передаю, соответственно, вам борозды. И давайте обсудим ту тему, которую мы с вами выбрали, которая называется «Держаться корней». О чем это? Мне стало интересно поговорить о магическом, о мифологическом мышлении, о том, что присуще детям на естественных этапах развития, на естественных этапах роста и созревания, и о том, как и через какие формы это проявляется сейчас у современных людей. Потому что на своей практике как психолога, как консультанта, так и на практике просто бытия человеком и коммуникации с другими людьми, замечаю, что многие процессы тянутся, тянутся всю жизнь. И у 30-летних, 40-летних людей встречаются те или иные формы того же магического мышления. И временами это, ну, с психологического контекста, выглядит как перекладывание ответственности, как некоторый инфантилизм, как проявление внутреннего страха. Было бы любопытно раскрыть эту тему, понять, почему оно так долго тянется, какие от этого действительно идут деструктивные процессы, или наоборот, когда мы уходим в излишний рационализм, вот у меня на личном опыте бывали такие года, когда просто вот все, чего не существует, нельзя потрогать, вот постучать по столу, ну, вот как бы того нет. И вот этот радикальный рационализм и аналитическое какое-то мышление, оно тоже как будто бы не попахивает целостностью. И вот где же тот самый баланс между рацио и между, ну, назовем это, духовностью, что ли? Моя, мой любимый способ осмыслять жизнь, спиральная динамика, утверждает, что есть у людей и несколько ключевых этапов развития. И что мы не можем, родившись, сразу же превратиться в рационально мыслящих, логичных интеллектуалов и даже не можем превратиться в тонко чувствующих, духовных, любящих, заботливых людей. В самом начале нам нужно освоить нечто, некий способ человека быть человеком, который рождает самую базовую, самую, хочется избегать слов по типу простую, потому что ничего простого там нет, основополагающую форму душевности, чувственности. Когда мы маленькие, мы воспринимаем все вокруг себя как живое. Вот у нас на курсе по спиральной динамике на фиолетовой неделе есть замечательные упражнения у нас на каждую неделю, на каждую стадию по десятку упражнений. И там есть упражнения. Мы просим прочесть такой небольшой рассказ Андрея Платонова «Никита». Это рассказ о том, как маленький мальчик остался один, у него папа на войне, мама ушла работать в колхоз, и ему нужно дожить до вечера для того, чтобы, ну, чтобы встретить маму. Он может дожить до вечера. Его ключевая задача. И выясняется, что Никита живет в совершенно волшебном мире, где все вокруг него живое. Колодец опасный, живой, древний, глубокий. Забор. Это домашняя утварь. Сарай. И все это наполнено смыслами. Все это в той или иной степени с Никитой общается. И этот раз рассказ совершенно потрясающим образом доносит вот это вот удивительное свойство ребенка восторгаться, ужасаться, чувствовать мир самым непосредственным образом, когда еще мы не привыкли к нему, когда еще нам все вновь вновь, когда мы еще толком не знаем, как тут что работает. И если я здесь живой, тогда и все вокруг меня живое. Все вокруг меня чувствует и мыслит, и разговаривает. И мы совершенно точно так же вы можете вспомнить, уважаемые, когда вы общались с кошками, с котами, когда вы были маленькие, но для вас были важны другие неодушевленные предметы. и мы храним для сына хранит кружку, которая он был маленький, он очень любил мультфильм в поисках Немо. Мы купили ему кружечку такую с принтом с этого мультфильма. И эта кружка отовсюду, где бы мы не жили, она кочует с ним вместе. Он ее очень любит. У нас у всех есть такое что-то. У нас у всех есть вещи, которые нам дороги. И с рациональной точки зрения это, ну, в этом нет, ну, какая разница, одна кружка, другая кружка. С рациональной точки зрения мы часто это обесцениваем. И вот наша природа, ну, как бы вот и спиральная динамика, она выделяет несколько вот именно таких форм человечности, стадий вертикального эволюционного развития. И каждая из этих стадий словно бы имеет самостоятельную вселенную, самостоятельный мир. И в рациональном мышлении, в рациональном уме мы как-то вот пренебрегаем чем-то дорациональным. но мало-помалу двигаясь от простого мышления к сложному, взрослея, принимая себя разных, видя, как важен детский мир, не только чужой детский мир маленького ребенка рядом с вами, но и вы неизбежно понимаете, что мы все храним свой детский мир внутри и идем с ним по жизни. эта история делает все более и более важной идею целостности, что мы не можем выбросить ни одну из форм человечности, потому что рациональное мышление, оно часто могучее, то есть и его тоже нельзя обесценивать, то есть вот мы сейчас об этом говорим и может сложиться впечатление, что мы превозносим детскую душевность и как-то выбрасываем рационально. Нет. Имеет смысл найти свои радости, свою ценность в каждой из форм человечности. И проблема вообще возрастления, проблема выстраивания нового меня, у людей довольно часто, я бы может даже не побоялся сказать всегда, связано с тем, что найдя новый способ меня быть мной, научившись зарабатывать, выстраивать какие-то системы, оптимизировать, мы словно выбрасываем что-то старое. И вот это выброшенное старое, которое легко сделать в субъективном мире, но как бы мне недорога была эта книга, которую я вначале показал, чисто технически, я могу сказать, она слишком толстая, она слишком тяжелая, ну вот нету, все, не буду ее читать, я все, что угодно могу выбросить, не буду я тебя выбрасывать, хорошая книга, я ее сейчас погладил, именно в связи с нашей темой, я тебя люблю, я тебя не выброшу, то есть я могу к книге относиться как к живой, но я могу ее и выбросить, в объективном мире, в субъективном мире не могу, в субъективном пространстве я не могу ничего выбросить, я не могу избавиться от своего старого способа меня быть мной, и вот у меня есть одна из любимших историй, которые тоже на своих лекциях я рассказываю, история о японском солдате, так называемая, реальная история, реального японского солдата Хиро Анода, для которого Вторая мировая война длилась на 30 лет дольше, чем для всех остальных людей, когда я ее рассказываю, эта история для меня о внимании, о любви к внутреннему ребенку в том числе, я вижу, как взрослый ответственный мужчина, которым по долгу службы плакать не положено, тихонечко сбрасывает скупую мужскую слезу, потому что нам очень трудно не чувствовать, потому что это ценно для нас. Но специфика эволюции, специфика постадийного развития неминуемо восторгает нас новым способом меня быть мной, и теперь если я новый, то мне не нужно ничего старого. и на всем так называемом первом порядке мы по сути именно этим и занимаемся. Красный выбрасывает фиолетовый, синий выбрасывает красный фиолетовый, оранжевый выбрасывает этих всех предыдущих, зеленый выбрасывает оранжевый, и мы это все обесцениваем, критикуем, и у нас много хаоса в мире, много противоборств, много противодействия, много проблем И не только на уровне индивидуального развития, но и на уровне коллективных наших трудностей, чего мы тоже, может быть, коснемся сегодня. Но мудрые психологи и растущая мудрость в каждом из нас, по мере того, как мы взрослеем, заставляет нас возвращаться и добирать, словно бы, досоздавать, довыстраивать. Дополучать те дары взрослости, которые у нас бывают на самых ранних стадиях. И тоже одно из упражнений. И вот если вы были на нашем канале, у нас недавно прошла такой марафон энергии осмысления. И на фиолетовой неделе энергии осмысления у нас была такая просьба, задание. Отнестись к своему дому, вот к которому вы прямо сейчас, где вы сейчас находитесь, как к живому. И представить себе, что вот как, условно говоря, у меня есть тело, и у меня в теле есть душа. Ну, такое распространенное представление. А дом, стены, это тоже может быть как будто тело, а внутри вы являетесь душой этого дома. И вы живой. И дом вас защищает от холода, от жары, от дождя. И можно отнестись к своему дому, как к живому. То есть можно его как-то полюбить, ну, как-то порадоваться с ним, что вот он есть, он настоящий. И способность рационально мыслящих людей иногда чувствовать тонкие вещи очень вам пригодится, как в сказках. Мы же вот на магическом уровне довольно часто рассказываем сказки. И в сказках леса нам лизается, говорит, не бей меня, я тебе еще пригожусь. Это словно бы такой привет из прошлого. Не убивай в себе душу, не убивай в себе живое. Не убивай в себе способность чувствовать. Оно еще тебе пригодится. И оно действительно пригождается нам. И тогда, когда мы целостность стремимся свое восстановить. И тогда, когда к нам в дверь стучится что-то, что мы можем потом называть духовностью. Потому что без того, чтобы действительно чувствовать, мы не можем, ну, двигаться в этом направлении. Да еще даже раньше. Когда в нашу дверь стучатся отношения. Когда, ну, для женщин это чуть легче. А для мужчин-то вообще швах. То есть мужчинам-то чувствовать вообще нельзя. Ну, то есть в современной культуре нас от этого отучают. Нам говорят, никому не показывай, что ты чувствуешь. Стисни зубы, тебе может там больно, страшно, обидно. Не показывай. Соберись тряпка. Внутренний стержень. Вот это все. И позволит себе быть теплым, ласковым. Боже, как трудно мужчинам быть ласковым. Ласковым. Потому что иногда вот даже вот, ну, то есть, я и по себе такой знаю. Меня мой психолог спрашивает, а что вы чувствуете? Я говорю, я сейчас вам объясню, что я чувствую. Я интерпретирую это вот так вот, а я считаю, что это... Нет, она говорит, Анатолий, мне это не надо. Скажите, что вы чувствуете. И этот вопрос ставит в тупик. И ты начинаешь действительно искать, ну, что-то такое, что не было бы, может быть, каким-то сложным, но что было бы просто правдивым, настоящим. Вот для этого нам нужно хоронить, держаться корней. Держаться в большой степени, в общественном смысле, хоронить традиции, хоронить связи с близкими людьми. Это часто очень непросто бывает, потому что они из других миров, из других цивилизаций, из других убеждений. Они могут там слишком много смотреть телевизор или еще что-то. И бывает очень трудно хоронить, и это нас ранит. То, что мы не можем хоронить эти истории так, как бы нам хотелось. Поэтому тема того, что в контексте спиральной динамики мы говорим об этом как об архаичном, об магическом, очень-очень важна для того, чтобы мы смогли преодолеть вот эту свою раздробленность и найти некую новую целостность. Я бы так сказал. Ну, как показывает практика, действительно, вот по мере вот этого движения куда-то, вперед, наверх, действительно часто происходит некоторая вот эта фиксация на каком-то уровне, на каком-то способе, и некоторая одержимость. И вот в моем, не знаю, ощущении, в принципе, вот эта фиксация, это не так уж и плохо. Если она, условно говоря, осознается, и она не длится десятки лет. То есть, действительно, опять же, по своему опыту наблюдаю, бывают какие-то этапы, вот какой-то опыт не получен, какие-то состояния не были прожиты. И я в это вхожу, вхожу на какое-то количество времени, в этом начинаю вариться, этим проникаться. Ну, то есть, вот это как маятник такой, как качели, когда вот совсем ничего не было, ты в это погружаешься немножечко даже в крайность, ну, допустим, там, излишне рациональное мышление или излишне эзотерическое мышление, проникаешься этим духом, духом этой культуры, духом этого мышления. И вот какой-то настоящий деструктив, опять же, вот там по опыту консультирования клиентов, он начинается, когда человек застрял на 10 лет, на 20. И он там живет и существует, и тогда действительно все остальное начинает пропадать. Все остальное уходит вот в какой-то фон. И, соответственно, те плоды, которые могли быть хорошие, оттуда полученные, они как бы взялись. Но дальше идет некоторый, как бы, распад. И вот здесь важно вот вовремя из себя из этого действительно вытаскивать. Что да, окей, я попробовала, да, в этом хорошо, вот это, вот это, вот это. Давайте мы посмотрим, а что есть еще, и вернемся вот к некоторому балансу. И, как обычно, все сводится к балансу. Все, к чему не прикоснешься. Это так любопытно. Ну, да, мы можем застревать. И застреваем мы часто не без причины. Вот у нас есть такой преподаватель на... Вообще, ну, он имеет много самых разных интереснейших статусов. Владимир Данкин. Бизнес-консультант, добрейший человек, интереснейший собеседник. Он у нас преподает на курсе СД-2. И у него замечательное слово. Вот я просто очень ценю, поскольку я писатель, я очень ценю слова, формулировки. И чем они вот емче, чем они короче, тем они как-то... И он однажды произнес вот эту фразу. Одно слово, по сути. Эволюционная тяга. Он говорит, что словно бы есть какая-то тяга, которая не оставляет нас долго на месте. И если уж мы задерживаемся, то она... То есть словно бы есть какой-то механизм, или как бы механизм, какая-то природа, которая побуждает нас двигаться к чему-то более сложному, взрослому, тонкому, свободному, ответственному, живому. Еще мне нравится у Веры Полосковой в одном из стихотворений. Она пишет, что когда у людей все в жизни спокойно и стабильно, ну, значит, Бог про вас забыл. Я сейчас наизусть не вспомню. О своих он плющит в фост и в гриву. Что как-то вот если вы испытываете какие-то трудности, это буквально означает, что вы... Через вас рождается что-то совершенно новое. Через вас рождается жизнь. Что-то происходит такое, что вы составляете собой почву для рождения чего-то нового. Еще мне очень нравится формулировка о том, что человек – это мечта Бога о чем-то. Что он обоим нами, Бог мечтает о чем-то. Что каждый человек – это мечта Бога, чтобы что-то в мире случилось такого, чего еще никогда не было. И когда мы движемся по этой мечте, то нам, может быть, непросто. Нас может колбасить там в разных формах, в разные степени. Но нам интересно. У людей возникает драйв. А когда нет, ну и нет. И если меня колбасит, если меня плющит, если у меня возникает трудно, вот тогда я иду к психологу. Если у меня все хорошо, ну зачем мне психолог? Поэтому в той или иной степени та эволюционная тяга, которую сумел оригинально сформулировать Владимир, это то, чем мы являемся по своей сути, на мой взгляд. И эта эволюционная тяга, она ей, как в старом советском анекдоте, она не ищет легких путей. То есть, словом говоря, ей неинтересно. Мы пытаемся описать ее стадиями спиральной динамики. Вроде все просто. Ну как-то вот одна стадия, вторая, третья. И как вот рисует в интернете, как я планировал достигать цели, что вот у меня пункт А, пункт Б, и я вот как-то... А как спиральная динамика, как я планировал? Первая стадия, вторая, ступенчики там, допустим, какие-то. А как на самом деле происходит? То есть, вот... И вот это про жизнь. Еще вот одна из картинок у нас на «Синей неделе» на курсе, и одна из иллюстраций. Веточка елочки, такая вся в зеленых иголках, первой картинки. А на второй картинке эта же веточка, из которой все иголочки повыдергивали и сложили в аккуратные такие стопочки. И как бы по размеру, то есть по длине, рядом эти веточки лежат. И под первой веткой, которая вот естественно написана «порядок», а под второй, где вот эти все сложены по линейке, написано «хаос». Хотя для ума это выглядит совершенно иначе. То есть, нам кажется порядком, если вот это все... А возможно, в природе действительный порядок – это когда вот так все. И вот это порядок. И вот именно это, именно такой вот взрыв на макаронной фабрике, именно он создает нечто новое, то, о чем Бог нами мечтает. Потому что вот, ну ему неинтересно линейное вот это последовательное, или ей, как вот сейчас говорят, неинтересно вот это линейное. Поэтому мы, нас... И именно поэтому, когда мы сейчас обнаруживаем, и вот Татьяна предложила поговорить, что в современном обществе довольно часто темы с магическим, мифическим мышлением не интегрированы, не включены, не вплетены. Мы либо находимся в отрицании, либо мы находимся в полном восторге, что тоже обратная сторона, и мы говорим, да, все вокруг живое, и я силой мысли вот так вот вот себе сейчас могу придумать денег под кроватью, чемодан с деньгами, просто потому, что я буду сидеть и думать, что он там есть, или что я могу как-то особым образом, ну то есть, вот эти все стремления к сверхспособностям и ну к магии, которые тоже иногда вроде бы не хочется назвать взрослыми, но великовозрастные мужчины и женщины активно друг с другом обсуждают, вот, но тут тоже есть очень тонкий момент, я не хочу совсем отрицать того, что есть в мире крайне странные, совершенно непредсказуемые, иногда происходят события с нулевой вероятностью, которые могли бы произойти, но они случаются, и они всегда на какие-то очень тонкие, они очень похожи на то, как если бы мир разговаривал со мной, с вами, случайностями, Юнг называл их синхрониями, и это что-то про то, что я бы вот просто магией даже не назвал, то есть, это не похоже на ту утилитарно такую практично линейную инструкцию, которую нужно сделать, чтобы приманить жениха, или там невежды, или заработать миллион, не вставая с дивана, что нужно сделать, нужно сжечь купюру, пепел высыпать в воду, пальцем перемешать, пальцем, потому что энергия должна быть твоя, пальцем, не ложкой, ложкой, ничего не получится, пальцем и выпить вот эту воду с пеплом и тогда приманиваются деньги, ну то есть, реально есть инструкции такие, вот мы у нас на курсе, мы иногда об этом тоже говорим, как отличать человеческие галлюцинации, достигаторские, алчные галлюцинации о магическом мире и настоящую живую восхитительно непредсказуемую ткань мира, использовать которую в своих корыстных целях просто кощунственно, вот это тончайшие вещи, вот, и не знаю, то есть, вот, мне хочется верить, что наш разговор с вами, Татьяна, и вообще те несколько человек, которые нас слушают в прямом эфире, те, кто будут нас смотреть в запись, мне хочется думать именно в контексте вот этой вот настоящей живой немагии, настоящего живого способа взаимодействия мира и человека, что когда мы не выдаем желаемое за действительное, не отказываемся ни от каких способов себя быть собой, когда мы находим дорогу к целостности, мы что-то очень делаем такое, что чего еще раньше в мире не было, и может быть это значит, что Бог мечтает нами и радуется, потому что мы по-настоящему создаем такую форму человечности, которая душевна, разумна, интеллектуальна, духовна, чувственна и не алчно, не жестока, не глупа, не и вот эта история, вот она может быть тоже об этой книге я еще не читал, может быть это книга об этой теме, но правда мне не очень нравится название религии будущего, я не верю, что у людей когда-нибудь будет прям религия новая, это тоже кстати отдельная тема, очень хорошая, которая в нашу историю, в нашу беседу может поместиться в тему нашей беседы, потому что я не считаю существующей религии чем-то, что надо преодолеть, или я искренне считаю, что современные формы человека быть в присутствии, в контакте с тем, что мы на разных языках называем Богом, что эта тема чрезвычайно важна и нужна, и что действительно чем бы, может быть, стоило бы заняться, это и тут вот прямо очень деликатно надо подбирать слова неким доосмыслением, не переосмыслением даже, а доосмыслением форм, с помощью которых мы, люди, в исламе, в христианстве, в буддизме, мы нашими действиями, нашей одеждой, ритуалами, правилами жизни, что мы словно посвящаем, мы как бы празднуем, чествуем предчувствие, предчувствие того, что в мире есть что-то великое, что в мире есть некая осмысленность, красивая, ценная осмысленность, и что мы придумываем для этого множество самых разных форм, но неожиданно форма становится для нас важнее, чем суть, неожиданно тогда вот мы были в Нижегородской области, есть село, в которой стоит памятник Авакуму, Раскольнику, я не знаю, это совершенно потрясающее место, то есть стоят обычные деревенские дома, в средней степени обветшалости, скажем так, плохие дороги, ну, обычные, и поляна, и перед этой поляной туда, там такая, ну, короче, как это называется-то, ну, кусты, лес, ну, то есть непролазная какая-то такая, и поляна, и лицом к этой непролазности, и к спиной к деревне стоит огромная статуя портопопа Авакума, с двумя перстами, и он в рубище, в драном рубище, но невероятно гордый, невероятно сильный, невероятно одухотворенный, и вот эта война за то, сколькими перстами креститься, или как именовать это самое предчувствие, которое мы называем Богом, мы можем ценить культуру этого, мы можем ценить уникальные различия, уникальные способы празднования этого предчувствия, которое мы родили за тысячи лет, но так, чтобы убиваться и убивать, а мы же убивали за это, нам надо как-то это пересобирать, и для этого нужны люди, способные за поверхностью видеть глубину и ценить и глубину и поверхность, и не выбирать из этих двух вещей что-то одно, и мне хочется думать, что и YouTube канал Татьяна Пашаталова, и наш канал здесь, и то, что мы делаем, мы это делаем для того, чтобы такая форма человечности все больше и больше разворачивалась, вот, и курс наш об этом, и вот, и те обучающие программы, которые мы собираем, мы стараемся создать в себе и в людях среду условия, при которой бы мы могли не выбрасывать ценное, вот, тоже, как это есть в русском языке пословица, там, выплеснулся водой ребенок, ну, то есть, имеется в виду, женщина стирала, допустим, в корыте, и туда залез ее ребенок, покупаться по хулиганизму, и она хотела выплеснуть воду, и она вместе с водой и ребенка выплеснула, ну, это как бы такая пословица, но мы очень часто в процессе своего развития, увлекшись новым способом меня быть мной, себя быть собой, выбрасываем старый способ, нам надо найти формы, при которых бы это было бы не разумно, не полезно, нежелательно, в которой бы желательным, разумным и полезным было бы наращивать свои формы человечности, а не выбирать какую-то из них единственную возможность. В этом, кстати, одна из проблем современности, между прочим. то есть, вот в описании нашего эфира мы говорили о том, что жесточайший кризис, в котором находится сейчас цивилизация, на мой взгляд, по многому обусловлен тем, что мы настолько восхищены и омид западной цивилизацией, благосостоянием, экономикой, свободами, что мы просто как на совершеннейших недостойных плебеев смотрим на страны, которые еще не сформировали собой такую форму человечности. и тогда происходит насаждение демократических институтов там, где эти институты не готовы были возникнуть. И, соответственно, ничего хорошего из этого не происходит. У меня простой пример в этой связи. я вот прямо сейчас нахожусь в мусульманской стороне. И в мусульманской стороне она довольно либеральная. То есть, условно говоря, здесь какие-то женщины носят платки, какие-то женщины не носят платки. И никто здесь никому не указывает, кто должен жить. Но при этом очевидно в исламе присутствует вот эта история, что они не изображают пророка, они не изображают не создают в себе кумира, что называется. И исходя из мистических представлений о том предчувствии, которое мы в религиях оформляем в виде Бога, это, я бы сказал, довольно разумная идея. Не поклоняться символом, поклоняться сути. Есть некий запрет, который, конечно же, многие люди воспринимают как жесткое правило жизни. И на мой взгляд, вот та история, которая была с этим французским журналом Шарли Эбдо, если я не ошибаюсь, он называется, о том, что они нарисовали пророка, нарисовали его в Мухаммеда в совершенно каких-то непристойных формах и сильно обижались по поводу того, что кто-то им за это, ну, кто-то не порадовался, короче. На мой взгляд, вот, можно гордиться свободой слова и можно понимать, что я могу рисовать все, что угодно, когда угодно, феей, но если я не чувствую, не понимаю, что я уже сейчас не в отдельно взятой стране живу, а живу в целостном мире, в котором любое мое действие эхом отзывается и эхом отзывается с самых разных формок, как вот сегодняшнее наше видео в канале, там, это старая песня Бориса Кребенчукова, мы стояли на плоскости с переменным углом отражения, наши слова все время отражаются по-разному, нам кажется, что мы говорим что-то одно, и нас должны понять так, как мы сказали, ничего подобного, слова отражаются по-разному, и любые наши действия в современном глобальном все связанном мире отражаются по-разному, ты такой весь, значит, демократичный, веселый, посмеялся над пророком Мухаммедом, и тебе прилетела, простите, кровавая затрещина, и ты как-то обижаешься, что вот какие-то дикари, значит, я считаю, что если мы начинаем жить в целостном мире, который рождается в муках сейчас, то есть в совершенно адских иногда муках, то чем скорее мы поймем, что нам нужно быть заботливыми как о части своих форм человечности, что это во мне, во мне живет маленький ребенок, во мне живет тот подросток, который впервые позволил там как это называется впустить в себя Иисуса, то есть я помню, когда я взял вот эту книжицу и там было написано, значит, впустив в свою душу Иисуса сейчас, ну это вот такие перестроечные времена были такие вот брошюры везде их раздавали и я помню, что я остался один вечер уже все там все дела поделаны надо я взял эту брошюру и на меня прям вот этот текст прыгнул впусти себя Иисуса сейчас и я знаете я впустил там там потом выказалось что я впустил что-то не то как не то то есть что вот то что я сейчас называю моим христианским ну вот то есть то как насколько мне близко сейчас допустим христианство это совсем не то что я тогда после этого был еще Фрейд который показал мне что место Бога я разместил на небесах своих родителей и что моя религия была невротической и мне пришлось и с этим тоже разбираться и но это большая дорога большой путь но я уважаю я ценю того подростка который ну в себе который имел смелость и мужество просто взять и сделать что-то что было нельзя делать ему как комсомольцу как пионеру и если я ценю это в себе то я могу и было бы совершенно желательно уместно и мудро ценить это в других культурах в других людях в других формах в других странах вот и это о том что магическая мифическая история которой я благодарен Татьяне за то что она выбрала эту тему она может иметь совершенно полезнейшие ценнейшие глубочайшие самые здоровые формы которые нам которые мы ищем и находим вот я почему тут Татьяне здесь в процессе да да сейчас слышу алло алло все хорошо да есть хорошо да вот про процесс вот этот эволюционный поток прихождения к некоторой целостности вот мне кажется вообще не важно про какой уровень говорить вот по моим ощущениям самым главным индикатором того что что-то куда-то пошло не туда является тотальное отторжение чего-то раздражение к чему-то или тотальное непринятие вот условно там будучи на рациональном уровне если мы чувствуем что например магическое мышление вызывает усмешки или раздражение или условно там фейспалм вот какое-то такое состояние конфуза это вот как раз таки не про целостность то есть мы можем понимать про что это мы можем чувствовать для чего это тому или иному человеку сейчас нужно что это его процесс что это его способ бытия и ну условно видеть с более там допустим целостной позиции к чему это приводит к чему это не приводит как это откликается про нас есть ли в нас это или оно хотелось бы чтобы было как-то дорощено или этого слишком много то есть мы можем посмотреть с перспективы себя отразить это в себе понять что у нас это тоже в тех или иных формах присутствует при этом с эмпатичностью как раз таки про человечность про отношения что в любом случае без вот этой эмпатии не получится проникнуться процессами другого человека и не получится выстроить отношения и вот отношения с кем-то единичным и отношения действительно с миром потому что отношения с миром требуют от нас самих той же самой эмпатичности того же самого какого-то уважительного чуткого тонкого отношения и вот для меня сейчас вот это такой очень важный индикатор вне зависимости от того про что про какие процессы про благостные про низменные про злые про добрые вот неважно про какие процессы вот говорить уровень действительно чувств которые кстати мне тоже очень долго сложно давался и сейчас сложно дается вот про примеры про психолога очень жизненный в моем случае давайте я расанализирую сейчас расскажу по полочкам вот и вот в этом плане как вот словно инструмент есть очень достаточно любопытный эксперимент про корабль что вот есть корабль со своей историей вот он стоит и мы меняем досочку за досочкой в какой момент этот корабль перестает быть тем кораблем в какой момент он теряет свою суть свою натуру в какой момент он становится другим и вот на моей жизни вспомнился совсем недавний пример когда пять лет назад мой близкий человек подарил мне заварник для чая китайского был у меня пять лет он уже такой весь немножечко грязный там какой-то случайный налет отложился и вот он стоит у меня стоит дома и его случайно разбили и я тогда вот прям почувствовала вот что я очень расстроилась мне как-то вот именно потому что это подарок именно потому что это некоторая история вот это мне как-то резонуло и впоследствии мне подарили случайно ну абсолютно точно такой же как бы мне обещали просто купить просто заварника как купили вот прям точно такой же абсолютно такого же цвета такого же формы но вот я на него смотрю и вот он маленький вот он чистенький красивенький но нету нету вот этой души и вот этой сути поэтому сейчас это просто ну как бы просто новый товарник ну хорошо чай мы уже доварим ладно да вот как-то так это и работает правда то есть мы ну именно такие заварнички у нас есть у наверное у каждого из нас то есть мы может быть это другими другие предметы но в той или иной степени у каждого из нас это есть да и это имеет смысл конечно же беречь у нас незаметно пролетел час нашей беседы друзья вы можете сейчас если у вас есть какие-то ну несколько слов там может быть вопрос вы можете сейчас поднять руку я видел что в процессе у Юлии Изидоровны Матюшиной была поднята рука если у вас Юлия остался вопрос или комментарий там вот внизу есть такая вот рука ее можно поднять если вы хотите что-то сказать или прокомментировать пожалуйста вы можете это сделать а пока вы формулируете мы хотим сказать что 15 марта у нас начнется большая длинная 10-недельная история осмысления переосмысления своей жизни через призмы через формы человечности которые мы описываем в спиральной динамике за уже сколько 8 лет преподавания этой темы мы увидели что одним из самых ценнейших эффектов такого погружения в эволюционные процессы становится то что люди понимают как им действовать в новой реальность а новая реальность у нас прямо сейчас вокруг создать среду для переосмысления своей жизни мы это будем делать на нашем вот этом вот то что мы по сути мы называли это раньше курсом образовательной программы сейчас это в большей степени все что было курсом все что было образовательной программы сохраняется но мы будем делать среду при которой бы взрослые люди могли взрослеть друг об друга потому что мы взрослеем именно скачивая свои обновления с другого человека поэтому выходите из себя ну то есть вот так вот в русском языке выйти из себя означает вспылить а я бы вот пригласил выйти из себя потому что внутри себя мы ходим по одной и той же колее мы именно ну склонны на разные лады повторять одни и те же решения только об другого человека мы можем найти что-то по-настоящему ценное а если вся среда будет выстроена в некотором естестве разворачивания эволюционных процессов в то что каждая стадия будет вам подробнейшим образом развернута и вы найдете в себе о я был здесь я помню себя этого я помню у меня есть вот этот мой кофейничек и вот это моя кружка вот это вот то что есть у меня я это помню и я помню свою форму когда я был жестким когда я требовал когда я ставил границы когда я прокладывал пути когда я завоевывал свою свободу когда я укладывал все по полочкам когда я разбирался Когда я был, для меня слово достоинство, честность, порядочность были важны и до сих пор важны. Я все это храню в себе, но потому что все смешалось, потому что все это стало как-то равнозначным, как будто, и не выстраивается иерархия ценностей. И из-за этого довольно часто люди, я по себе это знаю, мы можем принимать не самые лучшие решения, которых мы потом не гордимся. Как сказала одна из участниц программы, спиральная динамика, это, во-первых, не то, что я узнаю, а то, что я словно вспоминаю. Вот это вот потрясающая фраза. То есть не то, что я узнаю, а то, что я вспоминаю. И это не дорога какая-то, какой-то там супер крутой бирюзе. Это выстраивание моей органичной целостности. И вот чем мы будем заниматься, начиная с 15 марта. Если вам это интересно, где бы вы нас это не смотрели, пожалуйста, отметьте себя в комментариях. Мы самым индивидуальным образом с вами свяжемся. Участники наших программ всегда говорят о душевности и о такой комфорте, который царит в той среде, которую мы создаем. Поэтому, пожалуйста, приглашаем. Отмечайте себя в комментариях. Мы с вами свяжемся и проведем, ответим на все ваши вопросы. И я от души благодарю Татьяну за то, что между нами, Татьяна, мы, наверное, разные люди. Мы не сильно как-то много, а может быть, стоило бы больше. То есть взаимодействие. Но между нами всякий раз, когда мы встречаемся, возникает очень хорошая такая среда. Вот это между нами, вот за это между нами. И я вас, Татьяна, благодарю. Нам очень интересно. Правда. Как вам наш разговор, друзья? Может быть, если вы хотите что-то написать, пожалуйста, пишите в комментариях тоже свои вопросы. Мы постараемся. Татьяна будет с нами тоже, если вы можете обратиться к ней. То есть еще раз обращаю ваше внимание, есть замечательные совершенно формы творчества, которые Татьяна с собой реализует. Будем рады с вами продолжить самое разное полезное взаимодействие. Взаимно, да. Ну и сейчас планируется несколько новых интересных выпусков подкастов, поэтому точно приглашаю. Да. Спасибо большое, друзья. До свидания. Увидимся на нашем канале. Всех благ вам. Счастливо. До свидания. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Татьяна. Спасибо всем, кто смотрел. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.